Привет, друзья! Сегодня вдогонку нашему обзору Bitwig Studio совместно с MusicMag я решил показать, как же работает этот питч-бенд, индивидуальный питч-бенд для нот. Что он себя представляет и как можно придумать замену ему, поскольку индивидуальный питч-бенд работает только для встроенных девайсов. К сожалению, сам формат VST-плагинов не поддерживает в принципе такую функцию. И сейчас я вам покажу, как можно выйти из этой ситуации и еще и остаться в плюсе, что называется. На примере синтезатора Massive. Вот он наш Massive. Мы идем сразу, достаем модулятор, который, кстати, для этого и создан, и нужны здесь. NotMod, загружаем в него Massive. У Massive для начала модулируем, ну, надо же пощупать параметры, чтобы он стал доступен. И накидываем на него модулятор Timbre, специально предназначенный, кстати, для таких вот нагибающих. Вот. И сразу отправляемся создавать MIDI-клип. Вот он наш обычный MIDI-клип. И огибающие, ну вот они, да, они здесь есть, но они не будут производить никакого эффекта. Но у нас есть еще и как раз вот эта вот огибающая Timbre. Э? Э? Оно? Да, это не полифонический питч-бенд, но тем не менее это интересно. Допустим, все это на октаву. Сейчас только накину лимитер, чтобы вашим ушкам не было больно. Сюда же мы можем повесить, кстати, да, сюда мы можем закинуть LFO модуляцию, которую мы накинем на фильтр. Мой любимый Band Pass. Привет от мистера Ойза. И смотрите, что мы можем сделать. Timbre вешаем на скорость LFO. И фишка-то еще вся в том, что мы можем продолжать модулировать даже питч, модулировать, автоматизацию рисовать питч для нашего осциллятора. И несмотря на то, что кат-офф уже замодулирован, мы и для него можем продолжать рисовать огибающие автоматизации. Я отключу Retrigger, чтобы был элемент рандомности. И реверок, например. На него тоже тембр. Таким образом вы можете рисовать огибающий для нот не только питча, но и фильтра, ревербератора и вообще всего чего угодно. Можно создать из этого один девайс, навесить одну ручку макро на разные параметры. То есть, чтобы одна ручка отвечала за несколько параметров. Dry weight, фильтр, скорость LFO и так далее. И повесить вот эти вот огибающий тимбр на одну ручку. Это будет интересно. Я пробовал, поверьте. Опять же, ручку dry weight ревера мы тоже можем заавтоматизировать. Вот такая вот наркомания. Подписывайтесь на мой канал. Я буду время от времени радовать вас такими видосиками. Ну и это все. До новых встреч. Пока.